Добрый вечер. А теперь о главном. Количество зараженных коронавирусом и больных ковидом-19 превысило уже 400 человек. Из них около 80 медицинские работники. К счастью, новых жертв нет. Первый вице-премьер Хуатпек Баронов предлагает продлить сроки чрезвычайной ситуации по стране и чрезвычайного положения в Бишкеке, Аше, Делалабаде, а также в Харасуйском, Наукадском и Сузахском районах. В последние недели появилось и много информации об искусственном создании вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, начиная от фантастического романа американского писателя Дина Кунца, вышедшего еще в 1981 году. И кончая статьей в журнале Nature Medicine в ноябре 2015 года. Однако серьезные исследователи пришли все-таки к выводу, что этот новый вирус естественного происхождения. В некоторых СМИ стали также тиражироваться аналитические выкладки, что пандемия COVID-19 может стать концом объединенной Европы. ЕС долго не решался закрыть границы между странами Шенгенской зоны. Кроме того, многие критикуют недостаточную помощь Союза Италии или Испании, где эпидемия приобрела действительно массовый характер. Евросоюз признает недостатки, но и против черного пиара. Мы видим, как сейчас усиливается пропаганда против ЕС. Мы никогда не будем сражаться одним и тем же оружием. Мы не будем использовать какую-либо грязную пропаганду против тех, кто создает эти новости. Мы должны бороться, предоставляя людям достоверную информацию в виде фактов и цифр, которые легко проверить. В то же время многие компании помогают государству. Французский концерн Louis Vuitton Mayotte Hennessy, в который объединены Christian Dior, Louis Vuitton, Moëte Chandon, Hennessy, Givenchy и другие бренды, перестроил производство и начал выпускать дезинфицирующие гелии для рук. 12 тонн которого в неделю производятся на трех заводах, где разливаются духи Christian Dior и бесплатно передаются больницам. Корпорация Köring, в которую входят Gucci, Yves Saint Laurent, Brioni и другие компании, запустила в конце марта производство санитарных масок на нескольких своих заводах, а также начала оказывать финансовую поддержку Институту Pastera в Париже, который работает над вакциной против коронавируса. До этого корпорация закупала из Китая миллионы масок и передавала их во французские и итальянские больницы. Испанская компания Inditex, владеющая крупной сетью магазинов в стране, в том числе и магазинами Zara, перевела часть своих мощностей под производство масок, комбинезонов и другой спецодежды, а также передала в распоряжение испанского правительства свои логистические сети и склады, чтобы властям было легче закупать необходимые для больниц и медицинских центров товары и оборудование. Известные дизайнеры Доминика Дольче и Стефана Габбана перечислили средства Международный частный медицинский университет в Милане для финансирования проекта по исследованию реакции иммунной системы человека на коронавирус. Джорджио Армани передал 1 миллион 250 тысяч евро трём миланским больницам, Римскому институту Лазара в Спалонзане и Департаменту гражданской защиты. Известный итальянский Дом моды Прада профинансировал создание шести отделений интенсивной терапии и реанимации в больницах трёх городов. Кроме того, Прада на своих заводах запустила производство 80 тысяч медицинских халатов и 110 тысяч масок в день. В Кыргызстане на прошлой неделе Топчевик Тургуналиев обратился к властям, депутатам и прежним президентам с призывом поделиться деньгами из собственных средств, но встретил много насмешек. Нельзя сказать, что кыргызское общество безучастно к пандемии. Многие бизнесмены пытаются помочь государству и медикам, однако нет ярких примеров, когда известные и авторитетные личности или флагманы бизнеса совершили бы что-то такое, примеру чего все другие последовали бы. Главным образом простые добровольцы-волонтёры помогают престарелым, собирая помощь. В целом же страна и общество полагаются на зарубежную помощь донорских организаций. Это была программа «О главном. Её вел я, Нарен Айб». Всего вам хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok